Добрый вечер на канале БукТВ. Большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. История длиною 80-летий. Брестская область празднует свой 80-летний юбилей. Праздничная дата – результат огромного труда многих поколений наших земляков, которые на разных этапах ее непростой судьбы отдавали свои силы, способности и жизненный опыт во благо Брестной земли. Каждая прямая телефонная линия как маркер, как срезы тех городских проблем, которые и есть. Руководитель города Александр Рогачук провел общение с Брещанами онлайн. Футбольный клуб «Динамо Брест» – чемпион страны. В Брестском городсполкоме чествовали спортсменов, руководителей клуба и его сотрудников. Об этих событиях и не только прямо сейчас в программе «Итоги недели». 4 декабря 1939 года был подписан указ Верховного Совета СССР о создании Брестской области. Сегодня Брещане 80 лет. 80-летие – это результат огромного труда многих поколений наших земляков, которые на разных этапах ее непростой судьбы отдавали свои силы, способности и жизненный опыт на благо родной земли. В праздничной дате отражается непростой путь, который прошли многие поколения жителей области и оставили в ее истории свой след. Юбилей дает нам возможность взглянуть на прошлое и поблагодарить наших земляков, которые стояли у истоков образования региона, а также сказать спасибо труженикам современной Брещины, которые из года в год делают ее материально и духовно богаче. Накануне в Брестском академическом театре драмы состоялось праздничное мероприятие, посвященное 80-летию Брестской области. Путь в 80-летий для Брестской области был нелегким. Пришлось пройти тяжелейшие испытания. Война, восстановление разрушенного народного хозяйства, ломка политической и экономической систем. Старт новым трудовым успехом произошел благодаря обретению страной независимости. Слова поздравления от губернатора региона Анатолия Алиса дали старт и началу торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Брестской области. Праздник – это хороший повод не только для поздравлений, но и подведения итогов. Мы увеличиваем поставки наших товаров на рынки Европейского Союза и мы увеличили за последние годы на 15% поставки туда. Кроме того, да, дальняя дуга – это Африка, Азия. Мы с ними также активно работаем. Если в целом говорить, более 2 миллиардов долларов товарооборот составляет по итогам 10 месяцев Брестской области. Поэтому будем развивать. Подарок Брестской области сделал и президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства выделил миллион на строительство нового корпуса детской областной больницы. Из областного бюджета в строительство и приобретение необходимого оборудования будет вложено порядка 45 миллионов рублей. Деньги с резервного фонда президента помогут ускорить открытие объекта. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2021 году. К сожалению, детки наши болеют. Естественно, что самую качественную медицинскую помощь мы будем оказывать здесь, в областной больнице, где будут установлены новые аппараты МРТ, КТ, значит, самые современные. Поэтому, естественно, что это очень важное направление, которым мы будем заниматься и не только в городе Брест. Берестский край встретил свой юбилей достойно, с высокими показателями социально-экономического развития. Сегодня регион один из самых динамично развивающихся в Беларуси. С развитой экономикой, промышленным и сельскохозяйственным комплексом, социальной инфраструктурой. Юбилейная дата – прекрасный повод оценить пройденный путь, увидеть достигнутые результаты и, конечно же, наметить планы на будущее. Сегодня Брестская область достойно встречает свой юбилей, поскольку по всем направлениям мы видим положительную динамику, область успешно развивается, социально-экономическое положение крепчает региона благодаря нашим труженикам, благодаря умелому руководству и очень трудолюбивому народу. Брещина всегда отличалась своим усердием в работе. Несколько сотен людей, которые внесли свой вклад в развитие области, собрались в зале академического театра драмы. Среди гостей – ветераны Великой Отечественной войны и труда, люди, которые в разное время руководили областью и те, кому сегодня доверена эта высокая миссия. Педагоги, врачи, строители, работники различных предприятий и организаций приехали в областной центр со всех регионов. В праздничные даты существует традиция присваивать особые звания особым людям. В год 80-летия трем берестейцам было присвоено высокое звание почетного гражданина Брестской области. Это генеральный директор предприятия «Брежевый строй» Александр Романюк, экс-губернатор Брещины Владимир Заломай и олимпийский чемпион Леонид Тараненко. Я родился на Брещине, я начал свою деятельность именно на Бресте. И поэтому для меня это такой любимый, родной край, где я живу, где я наслаждаюсь. Конечно, я объездил в многие страны, но всегда тянет домой, всегда хочется работать именно здесь, приносить пользу, приносить радость людям и в своей работе относиться добросовестно, честно. Соответствовали всем международным и мировым стандартам во всех отношениях, в развитии, в экономике, в технологиях. Этого хотелось бы пожелать, и к этому надо стремиться. Это наше будущее, без этого не могут быть развития. В области заложен такой потенциал, который дает и возможности, и право, так сказать, замышлять о таких больших уровнях. Приятным дополнением к наградам, грамотам и дипломам стало выступление творческих коллективов Брещины. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Александр Макаревич. Итоги недели. Сегодня председатель Брестского горсполкома провел прямую телефонную линию с брещанами. Онлайн-общение – дело нужное. У градоначальника таким образом появляется возможность узнать о том, что волнует и тревожит горожан. Практика проведения таких диалогов введена в Беларуси уже давно, но и сегодня они востребованы у населения. Горячая линия. Стала ли она горячей в этот раз? Какие вопросы были заданы Александру Рогачуку и насколько скорыми будут их решения? Ответы на эти вопросы в материале Анастасии Наздрин-Плотницкой. Три часа открытого общения о том, что волнует горожан. Традиционно прямые телефонные линии с председателем городского исполнительного комитета Александром Рогачуком проходят достаточно активно. Вопросы, озвучиваемые брещанами, многоплановы. Поэтому в кабинете у мэра всегда присутствуют руководители ведущих городских служб. Освещение, эксплуатация, содержание жилищного фонда, строительство, развитие транспортной инфраструктуры. Ни одна озвученная тема не осталась без внимания. Снижается не только градус остроты вопроса в отношении власти, или снижается, во-первых, темп, какой темп, недовольство властью. Я вам говорю это совершенно откровенно. Я застал тот период, 2014 год, это были проблемы облика. Это были ужасные финансовые проблемы людей, которые выражались в том числе в таких звонках. Это было очень сложно, сложные проблемы. То есть тогда градус настроений был просто серьезнейший. Сейчас не то, что все хорошо, не надо заниматься самоуспокоением. Просто нет в городе, в городе нет серьезнейших концептуальных проблем. То есть нет у нас долгострой, нет у нас обманутых дочеков, нет у нас серьезных проектов, которые выражали бы массовое недовольство людей. Я имею в виду архитектурных или других в рамках, я хочу оговориться, в черте города Бреста. Брест в последние несколько лет постепенно, но уверенно менялся. Расширилась транспортная инфраструктура, было построено много социальных объектов. Все эти работы были включены в план подготовки тысячелетия. Сегодня многих интересует вопрос, а что дальше? Да, торжества завершились, но работа по наведению порядка будет продолжена. Теперь она будет иметь локальный характер. Погода нам помогла. Погода помогла и практически только вот на прошлой неделе в городе была закончена массовая посадка деревьев за счет погоды. Есть опасения людей, что вот этот темп благоустройства в следующем году будет снижен. Я хочу заявить абсолютно, что как раз акценты на благоустройство, на такое локальное обустройство будет сделано именно в следующем году. Уже не будет больших западных обходов, комплексных путепроводов, да, а вот будет локализация вопросов, качество жизни вот вокруг нас. Мне кажется, это будет не менее для горожан приятно, чем и большие стройки, которые были на этом году. К слову о локальности, буквально на днях наша съемочная группа работала на центральной городской площади, где активно идет подготовка к новогодним и рождественским праздникам. Что горожане отметили особенно, приведение в порядок ее территории. Тут же у нас праздник скоро будет, так что надо наводить. Елка скоро будет приводить на лежащий вид, насколько важное нужно в пределе праздников заниматься уборкой, на мой взгляд. Вот и конечно, соответственно, нужно, чтобы все было чисто, красиво. Все мы любим чистоту и порядок, тем более в городе, на площади, хотя она везде есть, и чистота, и порядок в городе. Заслужила внимание недавняя победа Брестского «Динамо» и строительства нового стадиона. Горожан интересовала судьба здания на Ливаневского, где ранее располагался суд. К слову о последнем, теперь помещение планируется использовать как один из объектов размещения коллекции музея и истории города. Такой живой интерес к судьбе областного центра важен. Повышая качество жизни, человек желает дальше развиваться, в том числе в наличии инфраструктуры вокруг себя. Понимаете, если раньше было достаточно, чтобы там, вкрутите, пожалуйста, лампочку на перекрестке, то теперь уже хотят совершенно другого светодиодного оформления. Ну это нормально, это абсолютно нормально. Растет город, растут потребности, растет качество жизни. Три часа открытого диалога и более двух десятков озвученных вопросов. Отдельные были взяты градоначальником на карандаш. Как отметил сам Александр Рогачук, поднимаемая тема в своем большинстве носит личный характер. Люди стали более открыто говорить о том, что их волнует. Причем не всегда это проблема. Брещане начали больше интересоваться тем, что происходит в областном центре, отмечая качественное преобразование. Все вопросы будут взяты на контроль. Очень доброжелательные звонки. Каждый звонок, опять же, повторюсь, начинается с констатации факта, что город меняется. И, в принципе, по всем вопросам можно выработать какую-то дорожную карту. Другое вопрос, что одномоментно мы это все не решим. Сегодня мы заасфальтируем улицу Подгородскую, завтра станет совершенно такой же другой вопрос по соседней улице, которую тоже надо асфальтировать. Поэтому выбор приоритета как элемент прямой линии тоже очень важен для меня лично. В продолжение темы. На прямой телефонной линии несколько раз прозвучал вопрос об освещении в областном центре, то есть о его отсутствии на некоторых улицах. Особенно это ощутимо в осенне-зимний период. Оно и понятно. В среднем продолжительность светового дня сегодня составляет всего 8 часов. На работу едем, как правило, в потемках, с работы тоже в темноте. Именно зимой, как на ладони, видны недочеты работы и системы освещения. Как работают фонари в областном центре? Почему на одной улице свет горит так, что можно найти иголку в стоге сена, а на другой не видно, где начинается тротуар? В проблеме разбиралась Мирослава Коваленко. Ночь, улица, фонарь. Сегодня слова Александра Блока уже не вписываются в современные реалии. В центре города счет объектов освещения идет уже на десятки. Если в начале 20 века один фонарь на улице был нормой, то сейчас их количество и дизайнерское разнообразие может удивить. Прогулявшись по центральным улицам областного центра темным утром, можно сделать лишь один вывод. Освещение предостаточно. Хорошо видно и номера подъезжающего транспорта, и рядом проходящих людей. Но если зайти во дворы, то ситуация становится менее светлой. Здесь, во дворах, по улице Карбышева всего один фонарь, который ярко освещает лишь мусорные баки. Остальные рядом стоящие дома остаются практически без света. И люди, которые добираются домой в темное время суток, передвигаются, попросту говоря, на ощупь. И таких дворов в Бресте большое количество. Кстати, эта проблема касается многих участков города, как в центре, так и на окраине. Конечно, брещане эту проблему видят. Но и проделанную за последние годы работу Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия в этом направлении тоже ценят. Может, не везде освещены, но в принципе неплохо, мне кажется. Не везде где? Может, припомните районы, улицы? Не знаю, но я думаю, может, где-нибудь не освещено. А вы сталкивались с такой проблемой? Нет, я бы сказала, не очень. А где не очень? В дворах, может, где? Ну, в дворах больше, да, наверное. Например, по каким улицам? В основном улице освещены, а двора темноватые. А какие двора? В каких районах? Может, припомните? Ну, Южный, например. Я, дело в том, что не совсем в центре живу, я так не подскажу. Но в целом освещенность нормальная. Как бы на центральных улицах достаточно хорошо. Шо, а где-то не очень. А плохо? Можете припомнить, в каких микрорайонах? Может, улица, может, у вас во дворе? Дубровка, например. Речица, может быть, да. И темно передвигаться вам, да, в темное время суток? Да. Ну, на Советской очень хорошее. А в других микрорайонах? Ну, в других не скажу, не могу сказать. У вас во дворе? Вообще, в городе хорошее. А у вас во дворе все хорошо? Да, светит хорошо все. То есть, не темно передвигаться? У нас не темно, у нас светло, ярко. Какой это микрорайон? В центре, на Пушкинской. Центральных улицах хорошая, во дворах недостаточно. А где во дворах? Может, в микрорайон припомните улицу? По этой самой, на Мопро. То есть, вам темно там ходить, да? Самый начальный участок Мопро еще нормально, а как во дворы зайдешь, то недостаточно. И ситуация не меняется там с годами? Ну, меняется уже, там кое-где фонари ставят. И таких нареканий на освещение от жителей областного центра поступает много, говорит Григорий Табунов, заместитель директора по наружному освещению Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. Почти за два года на предприятие поступило более ста обращений с просьбой установить дополнительные фонари. Но в этом вопросе очень много подводных камней, подчеркивает Григорий Александрович. По разным районам, это, считайте, весь город. Где-то и в центре нет освещения, и на окраинах нет. Но вообще, если брать такое соотношение, сейчас новые микрорайоны, они практически строятся уже все с освещением. И с дворовым, и с магистральным совсем. А вот старые постройки, это в основном касается центра города. И у нас промышленные районы, которые строились, они обычно строились без освещения. А, и вот вы говорили, что это очень тяжелый процесс. Но процесс, чтобы сделать дворовое освещение, нужно проектно-сметная документация. То есть без проекта туда никак не сделаешь ничего. Что делает проект? Проект делает проектная организация. Но чтобы сделать проект, нужно, чтобы вот эта жалоба, вот этот двор был утвержден решением госполкома, на него выделено финансирование, и только после этого мы можем заказывать проект. Как говорится, дело ясное, что дело темное. И вопрос должного освещения во дворах Бреста решится не так быстро, как нам хотелось бы. Ведь все упирается в финансирование. Установка фонарей может влететь в копеечку, если двор спроектирован десятки лет назад. А значит, без должных подземных коммуникаций. И тогда задачей специалистов становится полное переоборудование. Дело в том, что мало проекта. Чтобы мы сделали освещение какое-то дворовое, нужно выделение финансовых средств. Понимаете, это не дешевое удовольствие сделать. В любом случае даже осветить один двор, чтобы поставить 5-10 опор. Нужно изготовить проект и, понимаете, раскопать весь двор. Эти работы в городе ведутся. Кроме того, проводится и модернизация уличного освещения. Параллельно ведется замена старых фонарей на новые светодиодные. Но так как это, в принципе, замена, скажем, очень затратна в денежном выражении, поэтому она, конечно, не так, как хотелось бы быстро, но она все равно периодически ведется. Мы меняем в основном по программе энергосбережения. Есть такая программа. Мы меняем существующие лампы на светодиодные. Работа по замене натриевых ламп на светодиодные началась еще 2,5 года назад. За это время из 29 тысяч светоточек около 3,5 уже обновлены. Плюсы такого светодиодного освещения видны невооруженным глазом. Во-первых, это белый свет, он как-то приятнее глазу. И он, ну, больше в нем видно, освещенность лучше. Все освещения, которые мы сейчас устанавливаем, как правило, завод-изготовитель дает гарантию 5 лет. То есть это уже снижаются затраты в обслуживании. Потому что если вдруг светильник выходит из строя, то есть поставщик, он меняет за свои деньги все это, делает работы. И им уже невыгодно, соответственно, поставлять проковы. Таким образом, работы по установке новых фонарей и замене ламп на светодиодные ведутся в городе постоянно. А вопрос скорости в этом деле напрямую зависит от финансирования. Потому и спешки здесь быть не должно. На первом плане стоят эффективность и экономичность. Показатели, которые ценятся в любом уголке мира. Мирослава Коваленко и Эдуард Букунович, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим об Актуальном. В 2020 году вступит в силу новая редакция ЖК. О важных в ней изменениях говорили на этой неделе в областном центре. Семинар учеба, практическая деятельность организации застройщиков и товарищества собственников с учетом требований нового ЖК состоялся в Брестском горсполкоме. Конечно, подобного рода семинары в Беларуси проводятся регулярно. Но в таком расширенном формате он состоялся впервые и в нашем городе. Почему именно Брест выбран площадкой для проведения большого республиканского мероприятия и какие изменения коснутся беларусов в следующем году, расскажем прямо сейчас. Новый жилищный кодекс Беларуси вступит в силу в 2020 году. Изменения несущественные, но важные. В основном они коснутся членов товарищества собственников. В первую очередь преобразование подразумевает упрощение взаимодействия между членами кооперативов. К примеру, введена новая форма порядка голосования и новая форма обучения профессиональной аттестации руководителей товарищества собственников. Об этом мы не только говорили на семинаре учебе с председателями правления организации застройщиков и товарищества собственников. В мероприятии принял участие первый заместитель министра ЖКХ Беларуси Геннадий Трубила. Нельзя занижать роль местных органов власти, которые по нашему жилищному кодексу определяют функции контроля. То есть они должны этим процессом управлять и контролировать. И все вопросы, которые в принципе поднимают, или кто, будь то граждане, будь то председатели товарищей собственников, они должны решаться на местах, как определено жилищным законодательством. Но зачастую, я говорю, чтобы связать эти звенья, мы в принципе и проводим на больших площадках вот такие, скажем так, круглые столы, где обсуждаем насущные проблемы. Мероприятие получилось масштабным. Оно объединило порядка 300 руководителей отделов и службы ЖКХ, представителей вертикали власти, председателей товарищества из Бреста, Гродно и столицы страны. Что еще раз подчеркивает важность взаимодействия органов власти с предприятиями и организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги. Кстати, Брест в качестве площадки проведения семинара учебы выбран не случайно. Если взять жилфонд города Бреста, я имею в виду, который на балансе ЖРЭУ и товарищества собственников, ЖСПК, из 7 миллионов квадратов, ну так, грубо по городу, 3,3 – это местные советы, 3,7 миллиона – это ЖСПК-товарищество. То есть, ну, чуть больше половины у нас ЖСПК, поэтому это большой пласт, это половина города. Есть что показать, чему поучиться, ну и, понятно, какие-то вопросы, которые будут у наших председателей товарищей, чтобы из первых уст законодателя МОД в ЖКХ они услышали себя. Форум был наполнен как теорией, так и практикой. В рамках учебы состоялось ознакомление участников с жилищно-строительными производственными кооперативами и товариществами собственников Московского и Ленинского районов. Объезжаем несколько кооперативов, несколько домов на обслуживание ТС и дома, которые находятся на обслуживании Кубже у города Бреста. То есть, смотрим, сравниваем, оцениваем и высказываем свои мнения. Важно найти что-то новое в управлении общим имуществом. А самое, наверное, основное – это определить проблемные вопросы, узкие, которые сегодня требуют вмешательства на уровне министерств, ведомств, вмешательства в изменения в законодательную базу, чтобы лучше от этого потом было и нашим горожанам, чтобы меньше платить коммунальные услуги, чтобы лучше содержались наши дворовые территории и дома. Товарищество собственников – дружные жильцы Нарокоссовского в списке посещений первое и не случайно. Это место называют одним из лучших образцов того, какими красивыми и современными могут быть дворовые территории. По техническому оснащению и содержанию здесь вопросов не возникает. Но проблемы все же есть. В основном они имеют человеческий фактор. Важный и основной момент в нашей работе, как будет работать наше товарищество собственников, это все определяет общее собрание. И здесь опять мы сталкиваемся с проблемой, что люди очень слабо принимают участие. Их надо убеждать, звонить, просить, доказывать, что вы должны прийти на общее собрание. Потому что если собрание не состоялось, мы не приняли решение, мы не утвердили смету доходов и расходов на следующий год, то деятельность товарищества, по сути, должна остановиться. Это очень важно, чтобы в начале года состоялось собрание, были все приняты решения. И когда принято решение, нам в одно удовольствие – работать и выполнять эти решения, и видеть результат. В товариществе собственников работают ревизионные комиссии, которые по итогам года приходят, они проверяют всю финансовую деятельность товарищества. Как работал председатель, куда расходовались средства. Средства расходуются только по утвержденной смете. Мы не имеем права больше тратить куда-то деньги на свое усмотрение. Мы этого не делаем. У нас такого права нет. И далее составляется акт ревизионной комиссии. Кинособрание, ревизионная комиссия перед всеми жильцами, она отчитывается, куда ушли их деньги по направлению, либо есть какие-то замечания. Уборки территорий прилегающих, деятельности товарища собственников, проведение общих собраний, ну и другие вопросы. Обычно эти вопросы поступают нам в виде обращения, мы стараемся решать. Но всегда такие семинары, как сейчас проводятся, они неоценимы для нас получить опыт от соседей, от соседних областей. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Александр Макаревич. Итоги недели. Политика государства в последние несколько лет ориентирована на поддержку предпринимательства. И для этого есть немало причин. Предприниматели создают новые рабочие места. Своим продуктом или услугой они формируют определенную привлекательность выбранной ниши, создавая хорошие условия труда. На ней препятствуют оттоку квалифицированных кадров за рубеж. Стабильность – отличительная черта бизнеса с правильным менеджментом, качественно подобранным коллективом и налаженной системой обучения и роста. Все эти критерии стали определяющими для того, чтобы брестская компания «Эполь Софт» вошла в число номинантов на звание «Предприниматель года» и успешно его подтвердила, взяв специальный диплом за стабильный успех. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала в гостях у передовых айтишников и узнала, из чего складывается формула их успеха. Вход по специальным пропускам, долгие лестницы, коридоры и вот он – один из залов для переговоров компании «Эполь Софт». Здесь идет обсуждение очередного проекта. Сроки достаточно сжатые, однако грамотное перераспределение трудовых ресурсов и обязанностей позволит справиться совсем вовремя. Гибкость, мобильность, оперативность – это то, за что заказчик платит рублем. Владение руководством «Эполь Софт» современными инструментами ведения бизнеса сегодня позволяет коллективу добиваться хороших результатов и иметь у партнеров почетное и одновременно ответственное звание «Стабильный». Стабильный на рынке труда, стабильный в установлении диалога, стабильный в своих принципах. И все это вкупе позволяет им развиваться и делать в Беларуси качественный продукт. Начинали с проекта в медицине, после этого мы перешли в область телекоммуникации. Это основная доля наших проектов. На сегодняшний день, наверное, более 60% – это работы в различных областях телекоммуникации, мобильной связи. То есть то, что обеспечивает нашу связь, обмен картинками, видео и так далее. Здесь, конечно, это наш кор, здесь мы работаем достаточно давно и очень хорошие компетенции в этой области у нас есть. Но не только этим мы живы, мы делаем проекты для Республики Беларусь. Они, сразу хочу признать, нелегкие. Только что мы сдали проект по сертификации аудиторов, до этого были проекты для Министерства финансов по сертификации бухгалтеров, по финансовой информации. Сегодня Pulseoft, одна из самых стабильно успешных компаний Беларуси, занимается проектами в разных IT-направлениях и предоставляет услуги по разработке, поддержке программного обеспечения и аутсорсингу для зарубежных и отечественных заказчиков. Главная цель – достичь полного соответствия потребностям каждого клиента. Для этого здесь трудятся более двух сотен специалистов. Реализация качественных и доступных по цене информационных услуг и формирование надежной базы для любого проекта – две задачи, успешное решение которых и приводит к таким наградам за стабильный успех. Если говорить про стабильность, то, ну, наверное, если бы мы были нестабильны, то трудно было получить заказчиков. Наш заказчик хочет знать, что страна, в которой мы работаем, стабильна. Какое-то время мы готовили отчеты о том, что у нас ничего не случится, что у нас не закроют границу, что у нас будет интернет, потому что у нас он был только из России и не было каких-то других практически каналов в Европу. На сегодняшний день все успокоились уже по поводу этих вещей. Нас воспринимают уже серьезно, стабильно не только в стране, но и на Западе. То есть мы являемся поставщиком, солидным, серьезным, с хорошими компетенциями. С нами можно работать. Для нас это очень важно. Для наших учредителей, наверное, тем более. Успех компании «Польсофт» – это тандем талантливый руководитель и компетентные специалисты, отдающие своему делу все и даже больше. Во многом благодаря созданному микроклимату в коллективе, благодаря постоянной поддержке и объединяющим целям. За эти годы, что я проработала, действительно, я получила большую почву для профессионального роста. Уже от молодого специалиста, от джуниор-специалиста, перешла на новую ступень, более уверенную. Получила много знаний, ну и, собственно, довольна своим выбором, который я пару лет назад сделала. Я думаю, что мы, как сотрудники компании, чувствуем ее стабильность, поэтому для нас, наверное, такая награда не сюрприз. И с года в год тенденции развития у фирмы положительные. Мы видим, что мы развиваемся, растем. Ну и это отражается на наших каких-то возможностях, на нашей растущей зарплате, новых каких-то бонусах. Айти сферы и понятия стабильность сегодня неразделимы. Даже в нашем быстром меняющемся мире есть своя системность. И она заключается в постоянном движении вперед. Больше проектов, больше креативных идей, больше новых планов, реализация которых будет двигать и предпринимательство, и экономику на новый уровень. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малышонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Любите ли вы футбол, как любят его на БУК-ТВ? Я думаю, ответ будет положительным и неудивительно, ведь футбол – планетарная игра. Наша земля похожа на мяч, а футбольный клуб Динамо Бреста стал чемпионом страны. Впервые. Это было красиво. Об этом будут говорить еще долго. А мы расскажем, как чествовали спортсменов, руководители клуба и его сотрудников накануне в Брестском горосполкоме. Завершим наш выпуск материалом спортивным, ярким и без преувеличения феерическим. А иначе нельзя. Такая победа достойна большого сюжета. Этот матч проходил при заполненных до отказа трибунах. Билеты на игру, где брещане заочно оформили чемпионство, раскупили за пару часов. Многотысячная аудитория зрителей и болельщиков верила в победу, и это свершилось. Динамо Брест – чемпион. За последние 13 лет в Беларуси впервые сменился футбольный лидер. Яркая победа – яркие эмоции. За воеванием золотых медалей Динамо Бреста поздравил мэр Бреста Александр Рогачук. Все проходило в городском исполкоме. Градоначальник наградил руководство, сотрудников и игроков команды юбилейной медалью «Тысячелетие Бреста», которая была выпущена в ограниченном количестве. Самые теплые слова и самые громкие овации звучали в адрес тех, кто воплотил в жизнь выражение «Играем за Брест». Настроение этой встречи передается, кажется, даже через экран. Город Брест станет еще более узнаваемым, в том числе благодаря данной спортивной победе. Сейчас очень важный фактор – это продвижение города в контексте его привлекательности для инвестиций, для туризма. И спорт здесь, как драйвер этого продвижения, очень мощный фактор. Поэтому сегодняшние награды, которые мы вручили нашим замечательным спортсменам, – это не аванс, это уже оценка их реального вклада в продвижение города Бреста. Впереди много задач. Очень надеюсь, что на этом хорошем фоне мы приступим совместно к реализации инвестиционного проекта по строительству крупнейшего футбольного стадиона. Мы готовы идти на любые компромиссы, мы готовы идти на любые формы взаимодействия, но чтобы этот стадион был в нашем городе. Он позволит здесь проводить не только матчи наших местных команд, а привлекать сюда другие команды для проведения соответствующих матчей и тренировочного процесса. Это рабочие места, это, опять же, узнаваемость города. Футболисты, кажется, готовы выйти на поле в любой момент, со скамейки запасных, с травмами, но достаточно сдержанно и скромно чемпионы ведут себя на церемонии. Несмотря на крупные контракты и золотые медали, они остаются простыми парнями. Футбольная работа сама предполагает и ответственность, прежде всего, не только перед собой, но и перед людьми города. Все-таки главный показатель того, что команда выступила успешно, то, что люди на улицах подходят благодаря за проделанную работу, для нас это лучшая награда. Есть только одно место, это первое, остальное все не имеет никакого значения, поэтому мы всегда играем только на победу. Самым сложным было, наверное, оставаться внутри коллектива, сохранять это единство и веру в то, что сможем добиться поставленной цели. Все-таки, когда идет череда побед, все-таки эмоции немножко притупляются, и можно как-то расхолаживаться, поэтому наш тренерский штаб, наши менеджеры не давали нам расслабиться и двигались только вперед. Трудолюбие, коллектив, именно дружный коллектив, который может решать очень хорошие задачи. В этом сезоне это показало, потому что были такие тяжелые моменты иногда, но мы как бы собирались и добывали победу, старались, это верили. Капитан команды Павел Нехайчик и один из самых ярких и эпатажных игроков Артем Милевский вручили мэру ответный подарок – футбольный мяч. Давайте так, вы будете показывать пример, как играть, а мы тут показываем пример, как люди. Председатель Бресского горосполкома Александр Рогачук с футболистами на одной волне. Он посещал матч и внимательно следил за результатами команды. А еще городоначальник настолько проникся футболом, что уже сегодня принято решение в новогодние праздники украсить главную городскую елку бело-голубым футбольным мячом. Такое креативное оформление еще раз напомнит брещанам о громкой победе динамовцев. Постарались в этом году привести новую IT-елку. И так, чтобы елка была и интересно, и интерактивно, и, конечно, в рабочем формате нашего уважения к футболу, родилась такая смелая мысль. Возможно, она входит в какое-то противоречие с какими-то рождественскими канонами. Но я думаю, что наши уважаемые священнослужители поймут нам в эту такую маленькую вольность, если футбольный мяч будет украшать нашу елку, зато мы будем единственными в мире. Вот так Брест отблагодарил футболистов за яркую победу, волю, упорство и выдающиеся результаты. Именно команда с берегов Буга выступит в следующем году в Лиге чемпионов. Декабрь – это отпуск, а потом начинается подготовка к следующему сезону. То есть чемпионство в любом случае не конечная наша цель, а промежуточная. Лига чемпионов, различные турниры, поэтому много работы. Виктория Нечаева, Дорт Букнович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67, мы вас услышим. Уже начинаем основательно готовиться к встрече Нового года. До празднования осталось не так уж много – 24 дня. И если мы каждый день будем делиться хотя бы маленькой частицей тепла с теми, кого встречаем на своем пути, праздник будет по-настоящему волшебным. А зима станет намного теплее для всех. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Постновости в ваших домах будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин